Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 7 класс, авторы Межляк-Полонский и Кир, по номерам 298. Нас просят привести подобные члены и найти значения многочлена при указанных значениях переменных. По цифре 1. 2а в кубе плюс 3а b минус b в квадрате минус 6а в кубе минус 7а b и плюс 2b в квадрат. Чтобы привести подобные члены, нужно сначала их найти. Подобные члены это такие значения, у которых одинаковая буквенная часть. 2а в кубе и минус 6а в кубе. Это подобные члены, у них одинаковая буквенная часть а в кубе. Плюс 3а b и минус 7а b. Одинаковая буквенная часть а b. Минус b в квадрат и плюс 2b в квадрат. Одинаковая буквенная часть b в квадрате. Чтобы привести подобные члены, нужно сложить коэффициенты и дописать буквенный множитель. 2а в кубе минус 6а в кубе. Складываем коэффициенты 2 и минус 6. Перечислено с большим модулем стоит знак минус, значит результат будет отрицательный. А теперь из большего модуля вычитаем меньший. От 6 вычитаем 2, получаем 4. И дописываем буквенный множитель а в кубе. 3а b минус 7а b. Складываем 3 и минус 7. Перед большим модулем, числом с большим модулем стоит знак минус, значит и у нас результат будет отрицательный. А теперь из большего модуля вычитаем меньший. От 7 вычитаем 3, это 4. И дописываем буквенную часть а b. Минус b квадрат плюс 2b квадрат. И видим, что перед b квадрат стоит минус, но нет числового коэффициента. Это 1. Минус 1 складываем с двумя. Получаем 1. И дописываем буквенный множитель b квадрат. 1 как коэффициент можно не писать, но можно написать. И теперь если а равно 2, а b равно минус 6, то мы получим с вами числовое выражение. Минус 4 переписываем. Вместо а подставляем 2. Показатель 3. Минус 4. Вместо а 2. А вместо b минус 6. Плюс b в квадрате, это минус 6 в квадрате. 2 в кубе, это 8. Минус 4 умножаем на 8. Результат будет отрицательный. Это произведение двух чисел с разными знаками. 4 до 8, 32. Минус 4 умножаем на 2. Это минус 8. И минус 8 умножаем на минус 6. Презвеним чисел с одинаковыми знаками. Результат положительный. А 6 у 8, это 48. Минус 6 возводим в степень с счетным показателем. Поэтому результат будет положительный. А 6 в квадрате, это 6 у 6, 36. Минус 32 плюс 48. Число с большим модулем положительное, поэтому результат положительный. А теперь от 48 вычитаем 32. Получаем 16. И к 16 прибавляем 32. Получаем 52. Итак, 52 это значение данного многочлена при А равном 2. Для тех, кто не помнит, давайте я запишу, что 2 в кубе, это 8. А 6 в квадрате, это 36. По цифре 2. МН минус 6 МН в квадрате минус 8 МН минус 6 МН в квадрате. Подчеркиваем одночлены, имеющие одинаковую буквенную часть. МН и минус 8 МН. Одинаковая буквенная часть МН. Минус 6 МН в квадрате и минус 6 МН в квадрате. Одинаковая буквенная часть МН в квадрате. Итак, складываем коэффициенты. Перед первым одночленом мы не видим коэффициент и не стоит знак минус, значит это единица. К одному прибавляем минус 8, это будет минус 7 и дописываем буквенную часть МН. К минус 6 прибавляем минус 6, это сумма чисел уже с одинаковыми знаками, оба отрицательные, значит результат отрицательный. Складываем модули, к 6 прибавляем 6, это 12 и дописываем буквенную часть МН в квадрате. И если М у нас равно 0,5, а Н равно минус 2, то мы получим с вами числовое выражение. Минус 7 умножить на 0,5, вместо М подставили 0,5 и умножаем на минус 2. Минус 2, как множитель пишем в скобках. Минус 12, вместо М подставляем 0,5, а вместо Н минус 2 и в квадрате. Произведение трех множителей, два из них отрицательных. Так как отрицательных множителей у нас четное количество, то результат будет положительный. А теперь 0,5 умножаем на 2, это 1. 7 умножаем на 1, это 7. От перемены места множителей произведение не меняется. И группировать мы их можем так, как нам удобно. Теперь минус 12 умножаем на 0,5. Это будет минус 6, потому что 0,5 это 1 вторая. 12 умножить на 1 вторую, это то же самое, что 12 поделить на 2. Это 6. Минус 2 возводим в степень с счетным показателем, поэтому результат будет положительный. А 2 в квадрате это 4. И теперь от 7 нужно вычесть 6 у 4, 24. Перед числом с большим модулем стоит знак минус, значит результат будет отрицательный. Ставим знак минус. А теперь из большего модуля вычитаем меньший. А 24 вычитаем 7. Получаем 17. Минус 17 это значение данного многочлена при m равном 0,5, а n равном минус 2. И теперь по цифре 3. 10ху в квадрате минус 12х в квадрате у плюс 9х в квадрате у минус 9х в квадрате. Подчеркнем подобные члены. Это будет 10ху в квадрате и минус 9ху в квадрате с одинаковая буквенная частью xy в квадрате. И вторая пара. Минус 12х в квадрате у плюс 9х в квадрате у. Одинаковая буквенная часть x в квадрате у. Приводим подобные одночлены. Складываем коэффициенты. К 10 прибавляем минус 9. Или то же самое от 10 вычесть 9. Это будет 1. 1 как множитель можно не писать. И только дописываем буквенную часть xy в квадрате. Минус 12 складываем с числом 9. Перед большим модулям стоит знак минус. Ставим знак минус. А теперь из большего модуля вычитаем меньше. А 12 вычитаем 9. Это 3. И дописываем буквенную часть x в квадрате у. И если у нас x будет равно 1 третье, а y девяти, то мы получим с вами числовое выражение. 1 третье умножить на 9 в квадрате. Вместо x подставили 1 третью, вместо y девять и возвели в квадрат. Минус 3. И вместо x одна третья. Если мы дробь возводим с вами в степень, то мы записываем эту дробь в скобках. Потому что мы будем возводить в эту степень и числитель, и знаменатель дроби. И умножить на 9. Итак, 1 третью умножаем на 9 в квадрате. 9 в квадрате это 81. Минус 3. Умножить 1 третья в квадрате. 1 в квадрате это 1. 3 в квадрате это 9. И умножить на 9. Ну и теперь 1 третью мы умножаем на 81. Для этого мы 81 умножаем на 1 на числитель дроби. И делим на 3. Получаем 27. 1 девятую умножаем на 9. Это произведение обратных чисел. Оно равно 1. 3 умножаем на 1. Это 3. А 27 вычитаем 3. Это 24. Итак, 24 это значение данного многочлена, если х равно 1 третий, а у равно 9. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Продолжение следует...